Я хочу рассказать вам о жизни в другом мире. Сообщение Дэвида Хэтча, полученное писательницей Эльзой Баркер. Обязательно досматривайте это видео до конца, чтобы не пропустить важные моменты. А также делитесь вашим мнением в комментариях, мы будем очень рады. Когда мне в первый раз предложили обнародовать письма, записанные мной, при помощи автоматического письма, я отказалась. В то время я уже являлась автором нескольких книг, которые принесли мне известность. И мне вовсе не хотелось, чтобы после опубликовывания этих писем ко мне стали относиться как к человеку со странностями. Или испортилась моя литературная репутация. Об этом в предисловии к одной из книг рассказывала писательница Эльза Баркер. Речь идет о книге письма живого усопшего. Она состоит из сообщений, которые Эльза Баркер начала принимать в 1913 году от судьи Дэвида Хатча, покинувшего земную жизнь и ушедшего в иной мир в этом же году. В своих посланиях Дэвид Хатч рассказал о жизни, которая ждет человека после смерти, а также дал рекомендацию тем, кто приближается к завершению земной жизни. Я хочу рассказать о том, о чем еще никогда не говорилось. Впервые неодолимое побуждение взять карандаш и написать возникло у меня в 1913 году. «Подчиняясь этому импульсу, я начала водить карандашом по бумаге. Казалось, что в этот момент моя рука не принадлежала мне. Все сообщения, которые я получала, таким образом подписывались буквой «Х», — вспоминала Эльза Баркер. Позже Баркер решила показать полученное сообщение нескольким своим хорошим знакомым. Кто-то из них предположил, что послания могут принадлежать Дэвиду Хатчу, умершему недавно в возрасте 70 лет после продолжительной болезни. Дэвид Хатч был знаком с Эльзой Баркер при жизни. Они виделись несколько раз. Чтобы подтвердить предположение своих знакомых, Эльза Баркер обратилась к старшему сыну Хатча, Брюсу. Изучив эти письма, Брюс Хатч выразил уверенность в том, что, судя по особенности мышления и манере изложения, которые прослеживаются в посланиях, письма действительно принадлежат его отцу. Что же сообщал в этих посланиях Дэвид Хатч? «Я хочу рассказать вам о том, о чем еще никогда не говорилось. Я хочу рассказать вам о жизни в ином мире. Эта информация поможет людям, когда для них наступит время большой перемены», — говорил Дэвид Хатч. Под большой переменой Хатч понимал уход человека из земной жизни. Первое, на что обращал внимание судья, — это то, что в смерти нет ничего страшного. Вы лишь возвращаетесь в область невидимого, то есть туда, откуда когда-то пришли. Этот переход можно сравнить с путешествием человека в другую страну, в которой многие вещи кажутся новыми и странными. Не забывайте о том, что я один из таких путешественников, который видит многие вещи впервые. Поэтому некоторые мои объяснения жизни здесь могут быть неточными, — сообщал Дэвид Хатч. В своих посланиях Хатч пытался описать самые важные элементы своей новой жизни. Одним из них является пространство, в котором оказался автор писем. На момент передачи сообщений Дэвид Хатч находился в пространстве, которое окружает нашу планету. По словам Хатча, в этой невидимой, близкой к Земле области присутствуют все вещи, существующие или существовавшие в материальном мире. «Все, что здесь есть, имеет физическое соответствие в земной жизни. В первые месяцы моей жизни в невидимом мире мне казалось, что здесь есть только то, что существует на Земле. Однако позже я узнал, что это не соответствие действительности», — пояснял Хатч. Позже Дэвид Хатч убедился, что его новый мир состоит из различных слоев. В слое, который расположен ближе к нашему миру, есть почти все, что существует на Земле. Но по мере удаления от нее, в новых слоях есть вещи, которые только могут возникнуть в нашем мире. Если удалиться подальше от Земли, как далеко я не могу определить земной меркой, можно достигнуть сферы образцов или, если можно так выразиться, первообразов вещей, которые могут появиться в материальном мире. Это будущее изобретение. Я видел крылья, которые человек может приспособить к себе. Я видел также новые формы летательных снарядов. Я видел модели городов и башен со странными, похожими на крылья, проекциями, употребление которых мне совершенно непонятно. Это поможет вам после Перехода. По словам Дэвида Хатча, некоторое время после своего Перехода он сохранял свои земные привычки. Например, пытался разговаривать с обитателями иного мира, открывая рот. Сначала я разговаривал почти так же, как и в земной жизни, пытаясь шевелить губами, хотя общение здесь происходит с помощью мысли. Здесь можно легко читать то, о чем думают другие. Однако было бы неверным говорить, что никакую мысль здесь нельзя утаить от окружающих путешественников. Сделать это можно при помощи внушения, говорил Дэвид Хатч. Автор писем отмечал, что в новом мире он чувствует себя моложе, сильнее и здоровее. Но в первые недели Перехода он все еще ощущал себя больным. Эти ощущения уходили постепенно. Те, кто находится здесь долгое время, перестают казаться старыми. Я выяснил причину этой особенности. В земной жизни в мыслях мы хотим оставаться молодыми. Это желание сохраняется и в ином мире. Здесь наше желание со временем отражается на нашем внешнем виде. Обитатели нового мира молодеют до формы, соответствующей их мыслям. По крайней мере, так происходит со всеми из тех, кого я встречаю здесь, пояснял Хатч. Дэвид Хатч передал через Эльзу Баркер и некоторые советы для ныне живущих. Прежде всего, он рекомендовал не бояться смерти. Но при этом необходимо стараться прожить на Земле как можно больше времени, так как обитатели иного мира иногда посещают сожаление о том, что они больше не причастны к материальному миру. «Некоторые советы Дэвида Хатча адресованы людям, которые вскоре должны покинуть физический мир. Автор писем советует забыть этим людям о своих физических телах. Это поможет вам после Перехода. Если вы, оказавшись в невидимом мире, начинаете тосковать о своем теле или покинутом доме, вы тотчас же переноситесь туда. Это происходит по той причине, что наше нематериальное тело следует за мыслью», говорил Дэвид Хатч. В одном из своих посланий Дэвид Хатч рассказал мне такую историю. «Однажды, проходя по аллее, у нас тоже есть деревья, я встретил высокую женщину, смотревшую на меня с невыразимой печалью. Она рассказала, что видела свое бренное тело. Увиденное заставило ее страдать. Мое сердце болело за нее. Я знал, что она чувствует. Потрясение, которое испытываешь при первом посещении своего безжизненного тела, повторяется снова и снова. Ибо эта вещь становится все менее похожа на то, что мы представляли собой при жизни». Дэвид Хатч также рекомендовал живущим никогда не пренебрегать снами, в которых мы видим своих умерших родственников или знакомых. Потому что в таких снах всегда скрывается что-то важное. С помощью снов ушедшие общаются с живущими и передают им какие-то послания. Однако эти послания могут исказиться при переходе из невидимого мира в видимый, и их смысл не всегда может быть понятен. Сообщения, которые передал Дэвид Хатч, по его словам должны проникнуть в видимый мир. Возможно, смысл этих посланий будет понятен лишь немногим, но Хатч был убежден, что посеянные семена обязательно должны принести результаты в будущем. По этой причине я решила обнародовать эти письма. «Думаю, это лучшее из всего, что я могу оставить в этом мире», говорила Элиза Баркер.